Ну, заходите. Ой, как хорошо, что вы вспомнили, а то прям хоть кричи. У меня же прям на вас-то никого в Москве знакомых нет, прям хоть кричи. Ну, что ты собираешься в Москве делать? Наступать. Ой, ну, че я наступать? Учиться, щена. Ха-ха-ха. А че вы смеетесь? Я у себя каждую субботу выступала. Ну, вы ж не слыхали, че вы смеетесь. Если вы относитесь к поступлению, так теперь уж поздно. Поздно. Поздно, прием уже закончен. Закончен. А если вы по другим вопросам, тогда давайте завтра. 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 Всего хорошего. Мало кто помнит, что настоящее имя Фроси Бурлаковой – Екатерина Савинова. Катя родом из небольшого латарского села Ельцовка. Там она стала настоящей знаменитостью с самого детства, буквально с пятилетнего возраста. Она поражала односельчан своим артистизмом. Поражала узумленных зрителей умением не просто сыграть роль, а перевоплотиться персонажа. Возможно, это был ее способ бегства от реальности. Ведь семья Екатерины жила очень бедно, и нищета была ужасающая. В 44-м году Катя с отличием окончила школу. Для нее было все решено. Она отправлялась в Москву учиться на актрису. На вступительных во ВГИК она читала монолог Анны Карениной. И хотя внешне она была совсем не похожа на героиню, вся комиссия была под впечатлением. Простая деревенская девушка смогла в одну секунду перевоплотиться в доведенную до отчаяния Анну. Преподаватели называли ее самородком, не зная, что ее талант не будет так востребован. На первом курсе у Кати произошло интересное знакомство. Женя Уташкова провела комендантша общежития в женскую его половину, так как на мужской половине места не хватило. Так Катя познакомилась со своим будущим мужем, который тоже был родом из деревни. В нем, как и в Кате, было огромное стремление стать актером. На четвертом курсе института ее пригласили сниматься в кинокартину «Кубанские казаки» на роль второго плана, но очень яркую. Успех фильма был колоссальным. Катю стали узнавать на улице. Но вместе со Славой Катя познакомилась и с обратной стороной кино. После того, как работа над картиной была закончена, режиссер картины Иван Пырьев пригласил Катю на встречу. Она не знала о репутации режиссера, не знала про то, что он большой любитель женщин, что он пользуется своей властью над молоденькими актрисами, редко получая отказы. Он был царем в мире кино. От него зависела судьба многих начинающих актрис. И вот Катя согласилась на встречу с ним, но увидев перед собой старого сластолюбца, отвесила ему звонкую пощечину и в слезах убежала. Всесильный прием не простил ей этой выходки. Катю единственную со всего курса пригласили в Амхат, но она отказалась, думая, что ее призвание – кино. Это решение было роковым. В 1951-м Катя окончила институт и женилась с Евгением Ташковым. Годы их брака были счастливыми. Евгений пробует себя в режиссеры, а Катя играет в театре, студии, киноактеры и снимается в кино. Правда, ролей у нее мало, да все какие-то второстепенные. Главные роли уходят из-под носа. В 1952-м году Савинова получает предложение сняться в картине «Возвращение Василия Боротникова», режиссер Всевлад Пудовкин. Роль была главной. Ее уже твердили, но в последний момент ее сняли. Это была месть приема за пощечину. Ее поставили перед выбором – постель или карьера. Целых 13 лет у Савиновой из-за этого не будет ни одной из знаменитой роли, только эпизоды. Но эти эпизоды шедевральны. В 1957 году у супругов родился сын, назвали Андреем. Савинова, спасаясь от невостребованности, поступила в Академию имени Гнесиных, где разучивала оперы. Она отвлекалась от нерализованной карьеры киноактрисы. Ее даже приглашали петь в Большой театр, но она отказалась. В 1962 году, когда актрисе было 36 лет, ее муж стал писать для супруги сам. Так появилась картина «Приходите завтра». Мне она нравится. Мне тоже. Мне есть что-то настоящее. Ой! Алло, алло, алло! Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг Немирович Данченко. Да. Я вот что-то про вас слыхала. Ну, это естественно. Только вы более молодой. Ария, Розины, музыка народная. Музыка Россиний. Ой, ваше право. Музыка Джи, Россиний. Выступает тоже Гурлобов. Евгений Ташков всеми правдами и неправдами пробивал дорогу фильму. Для этого пришлось уехать подальше от столицы в Одесскую киностудию. Мечта Кати сбылась. Она наполняла картину своими шутками родом из деревни. А фамилия главной героини была дана по фамилии соседей Кати в ее родном селе. На съемках фильма Катю подкосила болезнь. Сначала она как могла ее превозмозгла, но в итоге симптомы стали невыносимы. Голова кружилась, сознание терялось. В этот период активировались критики, которые обозвали Катерину бездарностью и требовали закрыть картину. Евгений Ташков ничего не сказал о супруге. Стал просить разрешение на киностудии продолжить съемку. Ему разрешили, но неизвестно надолго ли. В это время он выясняет, что у Кати вот уже полгода держится температура, на которую она совсем не обращает внимания. Муж настоял на больнице. Когда Катя вернулась из больницы, она уже была неконтактная. Медики не знали точного диагноза, лишь предполагали, что это инфекция, давшая осложнение на мозг. Съемки были приостановлены. Доиграть роль Фроссия Савинова смогла лишь через год. Прошло много времени, много врачей и обследований, прежде чем открылась правда о заболевании Кати. Несмотря на это, в 1963 году фильм «Приходите завтра» выходит и получает невероятный успех по всей стране, а имя Фроссии Бурлаковой становится нарицательным. Савиновой присвоили звание заслуженной артисты Российской Федерации. Казалось бы, после такого успеха должны начать приглашать другие картины, но этого не произошло. У Савиновой снова начинаются проблемы со здоровьем. Она начинает слышать голоса. Наконец, врачам удалось поставить диагноз – психическое расстройство, вызвано заражением инфекцией. Кате дали инвалидность второй группы. Вина всему – употребление парного молока на съемках в Крыму. Верный диагноз поставили слишком поздно. Болезнь уже разрушила организм. Врачи выписывали Кате психотропные вещества. Это было ошибкой. Через три года после ее смерти муж выяснил, что ее можно было вылечить за 27 дней. Лечили не так. Состояние Кати было нестабильно. Она могла месяц жить, как здоровый человек, но потом снова горы таблеток и больницы. Ей было всего лишь 37. Была у нее еще одна крупная роль служанки в картине «Женитьба Бальзаминова». После нее больших громких ролей не было. Молодая женщина была загнана в угол. Она считала, что совершила роковые ошибки, отказавшись от МХАТа и Большого театра, возложила все надежды на кино. В 1966 году Савиновой исполнилось 40 лет. Она по четыре месяца лежит в больнице, а в короткие периоды гастролирует с мужем по стране с выступлениями. Ее промежутки ясной жизни длилось очень мало. Ее беспрестанно мучили голоса. Спасаясь от них, она уходила из дома, заставляя мужа переживать. Она могла уехать куда угодно, не осознавая ничего. Ее находили спустя пару дней. В 1968 году, в период ремиссии, актриса прилетает на риск, снимается в картине «Жажда над ручью». Она играла крохотную роль продавщицы в магазине. Всего нескольких реплик, но даже в эти реплики она смогла внести гениальные коррективы. После съемок на актрису с новой силой набросились голоса, которые стали заставлять ее совершать ужасные поступки. Муж в это время стал заглядываться на других женщин. Савин Ивановна понимала это. Он был еще молод, всю жизнь он за ней ухаживал, и он имеет право на лучшую жизнь. Она чувствовала, что мешает. Знала, что муж устал, и у него появилась другая женщина. Она его не осуждала. Катя понимала, что она стала лишней для всех и уехала в Новосибирск к сестре на поезде. Под стук колес она вспомнила, как на вступительном экзамене читала монолог Карениной. И у нее появляется мысль о смерти. Позади останутся годы страданий. Больше не надо бороться с проклятием Пырьева. Бороться с молодым возлюбленным мужем за его внимание. Бороться с молодой возлюбленной мужа за его внимание. Голоса все время шептали единственный выход. По окончанию поездки она прибралась в квартире сестры, написала записки дорогим людям. Некому было ее останавливать. Ее решение было сознательным, принятым не в безумии. Она считала, что так будет лучше. Если бы рядом были близкие люди, возможно, трагедию удалось бы избежать. 25 апреля 1970 года Екатерина бросилась под поезд. Ей было всего 43. Сыну Екатерины было 13 лет. Для него это и сейчас очень тяжелая тема. А тогда отец на протяжении трех месяцев не мог ему сказать про маму. Он, как и родители, стал актером. Вот такая трагическая судьба восхитительной артистки Екатерины Савиновой. Если вы помните и любите эту актрису, оставляйте свои комментарии. А также подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе самых интересных историй и жизни самых знаменитых людей. Всего вам доброго! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!